привет всем о любимых группах говорить достаточно тяжело потому что что такое любимая группа это значит нравится все все пластинки прямо хороши и взахлеб начинаешь рассказывать а вот это какая вот это а вот эту послушайте а вот ту и и на этом история либо заканчивается либо начинает уходить куда-то в следующий день на следующую неделю на следующий месяц и без конца вот это вот какая хорошая группа de moody blues хочу вам сказать одна из самых моих самых самых любимых групп я не беру в разряд любимых там beatles rolling stones джет ротал которые для меня вообще находится наверху и их вообще рок-группами не считаю даже это как это отдельная история если говорить о рок-группах и условно к сожалению мы вынуждены пользоваться вот этими дурацкими определениями прогрессив рок там арт-рок вот это на самом деле просто ну просто красивый рок красивая музыка с использованием массы инструментов которые в арсенал рок-группы как бы не вписываются рок-группа это что это гитары барабаны да ну там орган а вот все остальное всякие ситары таблы и прочие мелатроны это уже это уже начинается вот это вот прогрессив арт ля-ля-ля вот это все в общем хотя под это определение как кого только мне укладывают ну да бог с ним если говорить о вот этом самом ответвление рок-музыки где сразу напрашивается king crimson genesis yes и и все такое прочее я могу сказать что для меня лично номер один делят пополам в этом смысле как раз группа до моди блюз и прокл хором ну а прокл хором отдельно отдельная будет история а до моди блюз сейчас я и продемонстрирую любимые пластинки точнее любимую пластинку точнее одну из любимых пластинок потому что мне все нравится у моди блюз и даже тот период после альбома the long distance voyager где моди блюз немножко изменились и стали громче понятней доступнее и песни стали покороче это не значит вот сразу напрашивается ушли в попсу ничего подобного никто никто не уходил в попсу ничего там никакой попсу и не пахло просто ну просто немножко изменился звук стал более современным и современным кстати говоря остался по оси упор но начиналось то все с ритм и блюза с обыкновенного пластинка go now известная где играл дэнни лэйн на гитаре ушедший потом из группы муди блюз мыкавшийся довольно долго бесхозно что называется потратил прогулял все деньги которые получил за хит go now большие очень деньги были и потом его подобрал пол маккартни и устроил на работу в группу у инкс я подчеркиваю именно устроил на работу потому что он довольно длительный период не был членом группы он был такой ребенок на зарплате маккартни уплатил достаточно немного получил зарплату и играл в группе у инкс очень хорошие музыканты но потом у него стабилизировалась все появились даже сольные альбомы в общем все с ним было хорошо но до муди блюз после go now после пластинки записали грандиозное полотно the days of future past которую многие считают лучшим альбомом грандиозным альбомом 60-х годов с оркестром время показалось что это не так совсем на тот момент времени до наличия симфонического оркестра и вот это вот грандиозность она конечно была к месту была неожиданно всех потрясла и все говорили что какая пластинка какой шедевр на самом деле там есть две очень хороших песни night in the white satin и Tuesday afternoon и вокруг них все вертится а вот это вот это вот нагромождение оркестровое которое мне всегда казалось странным ну да но оркестр что и оркестров не слышал у меня филармония в двух автобусных остановках я предпочитаю туда пешком ходить если вдруг припрет послушать оркестр да и дома можно и не такие наигрыши как были в муди блюз но тем не менее это был успех это был фурор это были деньги и дорога была открыта вперед но вот у меня куча пластинок муди блюз некоторые в двух экземплярах потому что переиздание оригиналы видно там видно да генал и переиздание переиздание оригиналы ага вот нашел и не счет же в делос черт корт точнее корт сочи до вас корт называется пластинка шестьдесят восьмой год группа отказалась от оркестра и правильно сделала потому что на самом деле второй альбом с таким составом музыкантов это было бы уже невыносимо просто и наверняка он не пользовался бы таким же успехом как первый опыт зато набрали очень много интересного набрали хороших инструментов я оглашу состав для тех кто не знает что такое муди блюз кто это такие джастин хейворт детства медали двенадцати струнная гитара акустическая гитара электрическая гитара ситар таблы фортепиано милотрон бас-гитара клавесин перкуссия вокал джестин хейворт майк пиндер милотрон фортепиано клавеси веолончель акустическая гитара бас-гитара ar expanding sustainable драм акустическая гитара, вокал, Рэй Томас, флейта в до, видимо, блок флейта, да, я так понимаю, она там есть, блок флейта, альт флейта, сопрано, саксофон, вокал, грэмэч, ударные, тимпани, тамбурины, таблы, фортепьяно. Все играли на всем, часть инструментов осваивали прямо в студии на месте, например, виолончель, которые учились играть там же, но сыграли все как надо, потому что в общей массе, в общей плотности достаточно правильно ноту извлечь с хорошим звуком из виолончели, и этого хватит, не обязательно пассажи какие-то там запиливать. Ну и Мелотрон, конечно, дал свою картинку и открыл путь, например, такой группе, как Кинг Римсон. Первый альбом Кинг Римсон, когда он появился, критики послушали и говорили, «Ну, в общем, да, в общем, конечно, здорово, нет, это все здорово, 21st century Skidzoid Man, это шедевр, безусловно, да, это до сих пор пробивает до костей, но в остальном, ну что же, взяли звук The Moody Blues и написали на этом звуке свои собственные песни. К слову говоря, послушайте Moody Blues, узнаете много нового для себя, если не слушали». Так вот, In Search of the Lost Accord, в поисках потерянного аккорда. Что это такое? Это поиски себя, поиски смысла существования, поиск духовный в первую очередь. История эта пришла, мода на эту штуку пришла, конечно, из Америки, из Сан-Франциско, где хиппи увлекались этими самыми духовными поисками, но увлекались они достаточно хило, за исключением пары групп, например, за исключением группы Love, которая все-таки увлекалась этим поиском достаточно плотно и громко, и, пожалуй, что группы The Doors. Но с группой The Doors там такая история, что поиск-то духовный был у Джима Моррисона, но стоило Джиму Моррисону выйти на сцену, как духовный поиск превращался в поиск сексуальный тут же. Но это такая специфика Джима Моррисона, как секс-символа рок-музыки того времени. И девушки, которые приходили на концерты The Doors, а приходили они, собственно, не на концерты The Doors, а на Джима Моррисона, они сразу занимались поиском сексуальным, про духовный поиск все забывали. Но, тем не менее, The Doors в этом ключе двигалась. А все остальные американские группы, я их много слышал, но там, не будем перечислять, там Jefferson Airplane, там и все, и сотни еще, сотни команд. Они все как-то достаточно хило звучали. Как-то так хило, очень наркотически, очень с разобранным сознанием. Даже когда в трезвом состоянии звук, у них какой-то был такой, не сказать, чтобы хаотичный, но вот какой-то разбросанный такой. Ну, опять же, поиск, опять же, в поиске все находится, да. А The Moody Blues всю эту штуку собрали, уплотнили, насытили невероятным мелодизмом, понятным, доступным, ясным, красивым, не хуже, чем Beatles. Вот не хуже, вот не дам соврать, не хуже, чем Beatles. И несколько пластинок, вплоть до, вплоть до, да, 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 вот этой Long Distance Voyager, когда пришел уже по три-ква раз в группу, и перед записью этого альбома был очень большой перерыв в творчестве. Это тоже очень хорошая пластинка, и дальше там тоже после нее все хорошо. Но вот до перерыва в творчестве, там несколько лет была пауза, ни одной плохой песни нет. Это группа, у которой нет ни одной плохой песни. И когда начинаешь слушать, с самого начала, Departure, первый номер, завывание сирены, шумы, пинкфлоидовские, не пинкфлоидовские, а такие, электронный синтезаторно-психоделические шумы, раз, и потом Ride My Seas Soul песня. Не скажу, что яростная, яростной музыки нет у Moody Blues. То есть у них все очень красиво, все очень мелодично. Это не 25th century schizoid man. Это удивительным образом собраны тембры, подобрана электрическая гитара, орган, фортепиано, мелотрон, и куча вот того, что я описал всяких прочих инструментов вокруг, включая виолончель. И она такая, она сразу толкает в путь. Ride My Seas Soul. Очень хорошая гитара, зарубающая, но зарубающая так спокойно, как надо, зарубающая. И вот Ride My Seas Soul, мы двинулись вперед, доктор Ливинг Стоун. I presume следующий номер. Казалось бы, после... А это хит, настоящий Ride My Seas Soul. Он и выходил с синглом, замечательная песня, внятная, роковая, и в то же время такая вот мелотронно красивая, с удивительными голосовыми мелодиями. Вообще, у Moody Blues это многоголосие. Это всегда многоголосие, это всегда голосовые гармонии со сложными поворотами, с наложениями, со всеми такими делами, очень красивыми. Очень все здорово. И, казалось бы, после этого нужна какая-то пауза, потому что это была очень хорошая песня. После такой очень хорошей песни нужно что-то такое поспокойнее. Ну, вот доктор Ливинг Стоун начинается вроде как... Тоже такой вроде... Ну да, расслабон, хорошо, а потом бац, и сразу гармония меняется немножко, тональность, точнее, чуть-чуть меняется. И врубается вот это многоголосие, врубается хор знаменитый, Moody Blues. Ну, хор, то есть хор из четырех человек. По очереди все поют, вместе, по очереди. И понятно, что эта песня тоже очень хорошая. Передохнуть никак нельзя, нужно погружаться в нее. Точнее, не нужно, а она сама погружает в себя. После нее, казалось бы, ну что уже? Ну, наверное, какой-то нужен инструментальный кусок, чтобы передохнуть. Нет ничего подобного. House of Four Doors. Песня Макаревича. И живу я в старом-старом доме, из него выходят три окна. Я думаю, что Макаревич слушал эту пластинку. Слушал он ее наверняка. Наверняка на тысячу процентов, я могу сказать. И вот дом, в котором четыре двери. Все прямо, вот прямо мы читаем. Первое окно выходит в поле. Одна дверь выходит в музыку. Вторая дверь выходит в свет. Третья выходит в наше общение. И мы ищем, что же нас ждет за четвертой дверью. И там дверь скрипит все время в этой песне. Очень, я хотел сказать, очень красиво дверь скрипит. Нет, дверь скрипит, как дверь скрипит. Она так скрипит обычным скрипом. Но песня очень красивая. И опять-таки вот это многоголосье. Опять прекрасные мелодии. Такие пробетловские немножко. Но свои все равно, в своем стиле. И думаешь, ну так, ну когда же это кончится красота? Нельзя же так красиво. Нет ничего подобного. Legend of a Mind. Песня, посвященная Тимоти Лири. Еще краше, чем все предыдущие вместе взятые. Просто поэма грандиозно. Грандиозно симфоническая поэма рок-группы. Без симфонического оркестра. А со всеми этими делами. House of Four Doors. Вторая часть. Закрывает. Это грандиозно. Это, наверное, самая лучшая песня здесь. Legend of a Mind. На второй стороне. Voices in the Sky. Песня прозрачная, акустическая. С мелодией, которая задает тон на все последующие альбомы. The Moody Blues. Задает именно стилевую, такую вот мелодическую основу. Для всего, что будет дальше. А основа очень хорошая. The Best Way to Travel. Очень похоже на ранний Pink Floyd. Баратовский. Очень похоже. По гармонии. Но сделано очень аккуратно. Visions of Paradise. Просто мы видим, что происходит в раю. И в музыке это слышно. Красивейшая песня The Actor. И в конце The Word. Ом. Нашли свой аккорд. А может быть и не нашли. Все поют. Ом. С ситаром. С флейтами. С таблами. Гораздо интереснее, чем это было у Харрисона в Битлз. Надо сказать. Гораздо тоньше. Гораздо с большим пониманием дела сделано. Прости меня, Харрисон. Простите меня, любители Битлз. Я сам люблю Битлз. Но здесь помощнее все это. В общем, The Moody Blues одна из любимых моих групп так называемого вот этого арт-прогрессив британского рока. Я про все пластинки Moody Blues расскажу, потому что иначе невозможно. В нашей стране эта группа как-то немножко задвинута на второй план. А для меня это номер один вместе с Прокол Харром. Поэтому будет еще. Пошел пить. Пока. Продолжение следует.